Всем-всем привет, дорогие мои друзья и гости моего канала. С вами Валентина. Ребята, в сегодняшнем видео я вам расскажу, как нас, глупых пенсионеров, обманывают в магазине. Сначала покажу свою закупочку, потом расскажу, как нас обманывают. Деньги вроде бы и небольшие, рубль с чем-то там. Но что за этот рубль можно было купить? Или сайку одну сдобную, или батон какой-то по акции. Но сам факт, что я брала мало товара, всего несколько наименований, и из этих несколько на двух меня обманули. И это я заметила уже дома, потому что хожу как сонная курица. Нужно быть повнимательнее в магазинах. И вот я вспоминаю, друзья, торговлю, советскую торговлю при СССР. Я тогда работала тоже в торговле, в магазине. Сама же работала в торговле, потому знаю, как это все должно быть. Вот раньше, как было, не отрежешь на колбаске веревочку вот эту, то уже могли тебя оштрафовать, лишить какой-то премии, наказать, или, если кто-то пожалуется, то обязательно оштрафуют. Но старались не ждать, пока кто-то пожалуется, а это все исправлять. Заранее обрезать эти веревочки. Или, друзья, пакетик. Вот бывало, пакетик, если вожешь, макароны, муку, то обязательно еще и покупатель внимательно смотрит, положил ли ты пакетик пустой на отвес. Ну, это было при СССР. Сейчас молодежь ничего не смотрит, им все пополам. Их тоже, наверное, так же точно наказывают, но они даже этого не считают и не смотрят. Но когда приходишь домой, вдруг видишь своими перед глазами ошибка какая-то, которая мне в минус, то становится не так жалко, но очень неприятно, что тебя считают лохом. Или вот придет ОБХСС, было при СССР. Так уже облазят они каждую полочку в магазине, каждый ящичек, чуть ли внизу, даже под решеткой заглянуть, на которой стоят твои ноги. Все везде проверят, от АДАЯ. И не дай Бог, что где-то обязательно покупку сделают, обязательно эту покупку просчитают, проверят потом. Ну, сейчас вот я не знаю, не говоря уже за эти пакетики, никто уже не говорит. На этих пакетиках страхную сумму имеют вот эти крупные магазины. Они же вес имеют, эти катушки, пакетики. За день сколько их уходит? Они имеют хороший доход на пакетиках, но стараются нас обдурить еще на всем другом. Вот сейчас, друзья, посмотрите мое видео о моем походе в магазин. Приятного вам, вам, мои хорошие, просмотра. Друзья, сегодня ездила на почту и вот зашла в магазин Радиус. Небольшую закупочку сделала. Скоро праздник, 8 марта. Чтобы было в холодильнике что-то из чего приготовить. Приедет дочь с мужем, с внучкой. Мало ли, вдруг решит и внук приехать со своей женой, с детками. Ну, чтобы было, что, короче говоря, в холодильнике. Вот моя закупочка на 58,40. Сейчас мы будем читать, что я на эти денежки купила. Белорусские рубли. Говорю, кто смотрит меня с Украины, умножайте это на 10. Кто смотрит меня с России, умножайте это на 30. Итак, друзья, поехали. Грудинка свиная. Но больше не было, потому взяла такой только кусочек. Килограмм 50 грамм на 12,34. Вот она такая. Я ее сварю в пакетах в двух-трех. И будет такая у меня ветчина. Так, дальше. Хлебушек. Ну, я читаю, друзья, как у меня по чеку. Вот такой вот серый хлебушек. Немножко тут как-то преломлен, но ничего страшного. Рубль 80. Со трубями. Со трубями, друзья. Так, дальше. Колбаски. По-крестьянски. Вон они. Это с мяса птицы. Здесь килограмм 213 грамм на 12,70. Я эти пакеты вот с фаршем разорвала, потому что они сильно запотели. Их плохо снимать в пакетах. С улицы пришла, на улице холодно. Но я все равно буду их разрывать, потому что по пакетикам расфасую, немножко помаляй, поменьше пакетикам. Так. Фарш рубленый мясной, деревенский. Цена 11,89 за килограмм. Здесь 1,8 кг на 22,39. 1,8 кг на 22,39. Ну, по 11,89 килограмм. Можно брать и котлетный, он неплохой. Но это курина, курица со свининой немножко помягче. Что еще я не сказала? А, апельсины. Апельсины не сказала. Где тут мои апельсины? Здесь 1,6 кг на 7,15. По 4,30, друзья. Вот что интересно за апельсины. В нашем магазине они по 7,50, а там по 4,30. Ну, вот 1,6 кг сколько я тут? 6 штук или 7? 6 штук, наверное, или 7. Они крупненькие. 6 штук. Притянула, потому что если бы кто-то тянул, можно было взять бы и больше. И скидус это так на сдачу. Осталось погрызет. Красавица приедет, погрызет. Вот такие, друзья, закупочки на 58,40. 58,40. Расфасую сейчас по пакетикам и в холодильник. В следующий раз, друзья, что-то другое еще купим. Друзья, жарю себе котлетки и спагетти сварю. Поставила водичку на спагетти. И вот расскажу вам, как нас дурят простых дураков. Я была в Добруши в магазине Радиус. Сейчас вам покупочки свои всем показывала. Ну, что интересно, девчоночка, продавец взвешивает в этих коробочках, в которых стоят продукции, вместе с коробочкой. Хоть на коробочке стоит чистый вес продукции. И пишет сверху новый свой ценник. И вот получается, что-то я не спросила у нее, уже дома рассмотрела, почему-то ценник чистый вес такой-то, а у нее на 30-40 грамм рядом ценник и ее другой. Она взвешивает на весах в коробочке. Дошло до меня позже. Другая девочка, продавец на кассе, она также видит оба эти ценника, оба эти весы и тоже ничего не говорит. В следующий раз пойду, я это все сниму, ребята. Вот, друзья, полезла в ведро мусорное, достала этикетку. Килограмм 213 стоит чистый вес, а они с коробочкой важат и пишут, что килограмм 248 вот вам сразу сколько 35 грамм это на маленькой коробочке, на большой будет 50 но чуть ли не на 100 грамм меня обманут и это получится сколько больше рубля вот так у нас друзья бывает и так друзья второй ценник на фарше кило 880 30 чистый вес это дает фабрика это присылает им откуда-то с фабрики с мясокомбината и вот они она пишет свой ценничек тут лепит кило 932 кило 932 магазин радиус добруш кило 932 и кило 883 сколько 50 грамм добавила сразу на одном 50 на втором вот тебе так мы живем итак друзья вот такое видео я сделала сегодня небольшое маленькое просто мне хотелось показать показать не только я же еще раз хочу сказать что этот рубль такие большие деньги но просто очень неприятно пройдет в таких больших магазинах тысячи людей за день и тысячи рублей этих складываются друг до друга белорусский рубль это дорогое удовольствие я имею ввиду как бы сказать это не рубль украинский или российский его надо для украины умножить на 10 для России на 30 батон какой-то купить можно но тем не менее нас же таких лакушек тысячи за день проходит везде и всюду и на колбасе и на всех пакетах и тем более еще и добавляют нам другие веса вот именно другие веса это меня и возмутило спасибо мои хорошие кто меня смотрел будьте внимательны когда идете в магазин всем желаю мира добра здоровья мирного мирного неба над головой будьте счастливы мои хорошие и любимые всем пока-пока мои дорогие пока пока Продолжение следует...